В мечтах о своем жилье многодетная Ирина еще 7 лет назад встала в очередь на участок, где хотела построить будущий дом. Для этого пришлось собирать немало документов. Поначалу очередь двигалась активно, люди получали бесплатные земли, но два года назад как застыло, чего не скажешь о возрасте детей. Дети растут, вырастают. Проще существующее жилье облагородить, чем ждать десятилетия, когда дадут где-нибудь там в лесу на отшибе. Очередь у нас не движется годами. И не знаю, куда обратиться-то еще можно. Только к вам. Вставали, когда своего жилья не было. Надеялись, что получим и будем строиться. Но прошло уже столько лет, и нам пришлось просто взять ипотеку, залезть в эти десятилетние долги, чтобы не скитаться из угла в угол. Почему очередь остановилась, семьи пытались выяснить в администрации города. Вот только дозвониться в комитет по имуществу так и не смогли. Пришли лично. Здесь арибус у меня. Снимают вообще вовсю. Без нашего беспроса, без разрешения. Я не знаю, без согласования, без разрешения. Ну, я вот пришла узнать, очередь не движется на землю. А у меня уже ребенок, потому что 11 лет, уйдет от... Я теряюсь на дед на дед. Давайте с преступлением я сейчас переговорю. А чем помогут? По поводу того, что мы без них комментарий не даем. А то, что записаться сложно, вот как это сделать, если там нету практически записи? А записи на что вы имеете? На прием даже. Почему? У нас есть свободные окна, прекрасно народ записывается. Так, конечно. Почему? Берем. Мы хотим вам график, можем показать, что люди записываются регулярно. Нас можете записать, вот женщин записать? Давайте сейчас зайдем... Нет, вот давайте так. На завтрашний день записи закончилась, это я вам сразу скажу. На следующий день? А на следующий день, к сожалению, неделю... На следующий день? Я поняла. На следующий день, к сожалению, мы не знаем, продлят предварительную запись или нет. Ирине сообщили, что теперь из очереди выбывают, когда старшему ребенку исполнится 23. Но от этого не легче, ведь участки последний раз в городе выдавали в 2019 году. Приостановили из-за многочисленных жалоб. Земли отдаленные, дорог, воды, электричества нет. Из-за этих проблем в программу внесли правки. Теперь выдавать участки без коммуникации нельзя, а благоустроенных в городе нет. Зачем тогда эта программа? Ну, тут, получается же, мы смотрим на всю республику. В республике Бурятия по всем районам такая программа действует, и людям там выдают участки. На территории города, возможно, надо что-то другое уже предусматривать. В прошлом году общественная палата собирала круглый стол. Вместо участков желающим предлагали выдавать компенсацию 300 тысяч рублей. Альтернатива уже прижилась в некоторых регионах страны, но в нашем правительстве ее не оценили. В свое время, да, поднимался вопрос о компенсации участка деньгами. Вот так как получилось, что там очень большая сумма будет, и подъем, и мы сейчас пока эту тему оставили, пока денег нет. Я думаю, все-таки нашему правительству нужно вновь инициировать обращаться к поручению Путина, просить у правительства Российской Федерации. Мне кажется, Мишутин сегодня очень многое делает для того, чтобы поддержать регионы и, может быть, вновь обращаться, показывать вот эту нашу остроту. Но даже несмотря на очевидные и всем известные проблемы с выделением земель, очередь продолжают пополнять. В ней уже 7 тысяч семей. Ведь поручение президента участки для многодетных нужно исполнять. Если законом такое право предусмотрено, то мы не имеем права отказать в постановке на учет в очередь, поскольку не предусмотрена денежная компенсация. Правда, как покидают нуждающиеся эту очередь для властей страны и местных чиновников, видимо, не важно. А ведь многие теряют право, когда вырастают дети. Ирина уже потеряла надежду. Ведь очередь 3 тысячи, а старшему сыну почти 18 лет.